Диалоги на Мейдан-ФМ Ребята и студенты сейчас на каникулах. Вот чем живет ВУЗ, работа ваша продолжается. И какие последние новости вы могли бы сообщить нашим радиослушателям? Ну, во-первых, маленькая корректировка. Да, сессия прошла, потом ушли на каникулы. По окончании каникул значительная часть студентов ушли на практику. Поэтому их сейчас нет в учебных корпусах. Но где-то приблизительно процентов 20, может, до 25 они вышли на занятия. И если сегодня прийти в коридоры университета, они не такие шумные, не такие заполненные. Но студенты там есть, они ведут занятия. Мы не делаем никаких перерывов на зимний период. Тоже нам не совсем понятно. Некоторые наши коллеги это делают. Мы оплачиваем необходимые счета по коммунальным платежам. Мы стараемся максимально загружать свои корпуса, чтобы у нас не в одно, а в две смены шли занятия. Если уж это все оплачивается, то почему не использовать эту площадь по назначению? И сейчас одна из общих главных задач состоит в том, что мы готовимся ко второму семестру, начинаем новый финансовый год. И в этом смысле просто состоялось повышение заработной платы. Теперь надо пересчитать и по новым расчетам выплачивать заработную плату. Мы в рамках года-столетия Таврического университета, и поэтому нужно готовить мероприятия, проводить мероприятия и думать про осень, про 14 октября, день нашего рождения. Ну и, наконец, в университете очень большой объем международных связей. И сейчас по целому ряду направлений мы интенсивно работаем с нашими партнерами, которых мы полгода, год, чуть больше искали, теперь они уже рядом с нами. Это и новая организация работы турецкого отделения, новая организация работы крымско-татарского отделения. Это интенсивные связи с арабскими специалистами, с арабским миром. Это интенсивные связи по линии Фарси, изучение языка Ирана. Это многие другие. Это подготовка к открытию китайского отделения, японского отделения. Это большие обменные программы, в которых участвуем мы, и всякое другое. Поэтому, может быть, в плане учебного процесса сейчас некоторое затишье, но только некоторое. Но вместе с тем сама внутренняя жизнь университета заполнена большими разнообразными задачами, которые надо решать иногда просто на ходу. Сейчас есть ли проблемы с финансированием Таврического университета? Во-первых, зависимость университетов от бюджета сегодня с каждым годом носит все более относительный характер. Например, по линии заработной платы только где-то 43-44% наших потребностей покрывает бюджет. А остальные 56-57% мы должны заработать сами. И вот эта цифра, слово «заработать сами» – это ежемесячно где-то около 1,2 млн, 1,250 тыс. гривен. И с нами заработанных денег мы должны потратить на заработную плату. Часть ставок они за счет бюджета оплачиваются, часть ставок за счет спецфонда оплачиваются. Поэтому уже большая часть вот этой нагрузки ложится на нас. Кроме того, по линии студентов тоже, к сожалению, финансовая проблема приводит к тому, что процент студентов, получающих стипендию, тоже он уже меньше половины. Вот, довольно значительно. Но именно поэтому в новых условиях надо уметь, так сказать, разными программами зарабатывать для университета деньги для того, чтобы не только выплатить заработную плату, но за этот счет, например, тем, которые особенно хорошо работают, стимулировать их работу, чтобы они получали в два раза больше, в три раза больше, чем это планируется. То есть, человек должен в университете осознавать, что его труд нужен и вознаграждается по мере силы университетам, чтобы... Ну, это не был советский внуловый колхоз, когда сколько не работай, там, приешь к кассе, я помню, в мои времена все равно 60 рублей получишь, и не больше. Поэтому вот эту уравниловку мы никак не признаем. Мало того, мы поощряем, чтобы наши коллеги как бы создавали новые проекты, связанные с грантами, с коммерческими какими-то формами деятельности. И деньги, которые заработаны, ими, это их деньги. И из этих они денег себе командировки оплачивают, надбавки вводят и всякое прочее. Мы вот в финансовом смысле год прошлый закончили хорошо. Мы летом всем абсолютно после перерыва, как до нас этого не было, и отпускные, и оздоровительные выплатили. А в конце года так или иначе премии, там, всякие стимулирующие и так далее. Практически весь коллектив получил. А вы могли бы сказать, какая сейчас средняя зарплата у преподавателя в ВУЗе? Вот именно сейчас она опять пересчитывается, потому что поменялась минималка, и теперь от минималки же рассчитывается все остальное. Но если считать, что основа преподавательская университета – это доценты, которые средний уровень преподавателей, то в зависимости от стажа, у кого там 3-4 года, у кого 10-15, у кого там 20-25, в зависимости от стажа, в принципе, они зарабатывают сегодня только за счет прямых ставок. Где-то от 5-6 тысяч до 8-9 тысяч, в зависимости, опять же, от всяких льгот, которые могут им вводиться. Но я думаю, что сегодня, опять же, вузовский преподаватель должен иметь возможность себя реализовывать в самых разных проектах. И мы все время говорим внутри коллектива, что просто на одну заработную плату творческий человек не должен жить. Он должен иметь возможность внутри своего вуза за счет своего таланта дать себе возможность заработать больше. А не секрет, что сейчас в Киеве немало преподавателей из Крыма. А где они живут? Как решился вопрос жилища? Если это касается нашего университета, то у нас уже есть то, что называется преподавательской гостиницей. И мы там размещаем наших преподавателей. Это повышенные комфортности номера. И там живут преподаватели, среда преподавательская и так далее. Ну, часть преподавателей наших смогли в Крыму, готовясь к переезду, особенно в тот первый период, когда рынок недвижимости был более или менее высокий и стабильный. Они там продали свои квартиры, приехали сюда. А наоборот, сегодня в Киеве кризис в жилье, распродажи нового жилья, там и вторичного, и цены значительно упали. Многие из них смогли здесь себе купить так или иначе квартиры. У кого-то здесь есть родственники, у кого-то есть дети, которые давно перебрались. Поэтому по-разному решаются эти вопросы. Мало того, так как мы вуз переселенческий, то мы подпадаем под программы помощи в получении жилья переселенцами. Это или покупка квартир с определенными льготами, или получение земельных участков для строительства собственного жилья. Вот мы сейчас тоже этот вопрос вместе с профсоюзом нашим и нашими партнерами решаем. У меня есть надежда, что где-то в этом году могут состояться первые выделения и получения сотрудниками реальных земельных участков под начало собственного жилищного коттеджного застройка, или как-то иначе строительства. А у вас есть информация о том, все же познаются в сравнении, да? И в любом случае преподаватели, которые приезжают из Крыма на материк, они делятся информацией, которая находится в Симферополе, либо в Севастополе. Они говорят о доходах в Крыму преподавателей в высших учебных заведениях. И как вы реагируете на подобные разговоры? Ну, во-первых, я сам часть освидетелей этого всего, потому что в 2014 году и часть 2015 года, пока мы готовили переезд Таврического университета, я и мои коллеги были там, потому что нужно было забрать очень большой пакет документов для того, чтобы здесь перерегистрировать университет. И мы помним, как в 2014 году Крым буквально был залит деньгами для того, чтобы успокоить настроение, потому что они знали, что референдума не было, и большинства среди участников тоже не было. И тогда были всякие высокие заработные платы, на них стимулирующе выплачивались. Если учесть, что рубль тогда был 30 по курсу к доллару, то тогда доходило в некоторые месяцы и до 2000 долларов даже в эквиваленте выплаты. Все, счастье, это кончилось 1 января 2015 года, когда стали выплачивать уже средние статистические российские заработные платы. Стимулирующие становились все меньше и меньше, и все реже и реже. И курс уже был не 30, а 60, и цены в Крыму были не крымские, украинские, а стали, как сегодня шутят, больше, чем московские цены по ряду позиций. То сегодня коллеги говорят о том, что жизнь в университете стала, наверное, такой же, как в любом провинциальном российском университете, где материального благополучия и какого-то там полного решения всех твоих проблем нет. Кроме того, об этом говорит такой объективный показатель. Ведь когда создавали Крымский федеральный университет, его создание было объявлено 1 января 2015 года, в него слили 7 университетов украинских, 5 академических научных центров крымских, целый ряд других подразделений, то ведь в результате был создан монстр, численный состав которого был 76 тысяч человек. Это и студенты, и преподаватели, и сотрудники. Так вот сегодня, сейчас, 3 года спустя, 15-е, 16-е, 17-е позади, 3 года спустя, ведь коллектив Крымского федерального университета насчитывает сегодня 27-28 тысяч человек. Практически 50 тысяч потеря за эти 3 года. Это студенты, оставившие университет, уехавшие в Россию, тоже в большом количестве, более 20 тысяч студентов разных крымских вузов в Украину. Это преподаватели, которые поехали по всему миру в поисках лучшей доли, но в Украину приехали, и так далее, и так далее. То есть, вот такое заметное падение численности этого новосозданного вуза, ну, конечно, это знак неблагополучия. Ну, и последний знак неблагополучия, состоявшийся в начале августа, замена ректора КФУ. То есть, в этом смысле даже московские власти вынуждены были признать, что глубокий кризис в университете, и стали искать другую, ну, более успешную фигуру. Ну, я очень беспокоился, что этот человек может стать более успешным, и он уменьшит поток переводящихся, к нам все время переводятся студенты. Но, к счастью, он оказался таким же неуспешным, и поток переводящихся не пересыхает. А, ну, вы приводите цифры, которые говорят о какой-то тенденции, да, к уменьшению числа абитуриентов в Крыму. Студентов, да, студентов. Да, студентов. Можно ли говорить о том, что образование в Крыму сейчас под большим вопросом, и родители студентов не видят перспектив дальнейшего трудоустройства? Да. Во-первых, этим летом прошедшим в КФУ впервые была сорвана вступительная кампания. Они в рамках вступительной кампании не смогли набрать нужное им количество, плановое количество студентов, чтобы заполнить группы и так далее. И новоназначенный ректор вынужден был объявлять вторую вступительную кампанию с конца августа до сентября. Беспрецедентно. Во-вторых, то, что значительно с этого лета увеличился поток переводящихся, который был связан с тем, что цены на обучение были введены такие, что крымские родители и их дети не могли это оплатить. А у нас всегда мы традиционно держим здесь, в Киеве, наши цены самые низкие по Киеву, потому что мы ждем детей с оккупированных и понимаем, что у них сложное положение, мы не собираемся за их счет зарабатывать, мы зарабатываем за другой счет. И они едут к нам, потому что они говорят прямо, мы не можем себе позволить там эту учебу. И третье, вот то, что вы назвали. Ведь уже было проверено теперь как бы выпусками 15-го года с дипломом КФУ Крымского федерального университета, 16-го года с дипломом КФУ, 17-й это продемонстрировало, что ты получаешь диплом, который не признают нигде в мире, кроме Российской федерации, и там в целом ряде регионов до сих пор нет бумаги, что есть такой университет. Его в спешке создавали, не сделали по вертикали все необходимые замены вот в этих всех регистрационных, так сказать, ведомостях. И попытки приехать в Польшу с этим дипломом, сказать, вот я хотел бы работать, нет, нет, до свидания, мы с таким дипломом не принимаем людей, мы его не признаем. И в других странах оно привело к тому, что у нас, например, категория таких абитуриентов, вернее, соискателей увеличилась. Как можно заменить? Я училась там первые два года, там, например, девушка говорит, в Таврическом университете, потом заканчивала уже в оккупационный период, но у меня же начало-то моего обучения еще в украинский период. Что мне нужно сделать? Какие экзамены пересдать? Заново, например, зачислиться на 4-й, 5-й курс или еще что? Я хочу получить украинский диплом, потому что я понимаю, что никакой перспективы в этой жизни с тем дипломом, с КФУшным у меня нет. Владимир Павлович, а какое количество студентов сейчас в национальном университете? За полтора года нашей работы, 15 декабря исполнилось полтора года, как мы работаем уже как вуз финансируемый, зарплаты мы получаем, стипендии выплачиваются. До этого мы с октября 2015 года по 1 июля 2016 года, более 8 месяцев, мы вообще работали все как волонтеры. Я был назначен в ноябре ректором университета, но я за эти 8 месяцев ни гривны зарплаты не получил. И это правильно, потому что в вузах деньги идут за студентом. Появляется студент, там 10 студентов, одна ставка, 10 студентов, одна ставка. Вот растет количество студентов, растет штатное расписание. Это все правильно, у нас никаких нет упреков по этому поводу. И с 1 июля работа вступительной комиссии по приему, вот с этого момента министерство начало финансировать уже университет. Так вот, полтора года нашей работы здесь, уже такой как бы в законе нашей работы, мы выросли... Если мы набрали на первый курс в 2016 году 236 студентов, там 50-60 бюджетники, 50-60 контрактники, где-то так, 50-60 заочники, то, например, вступительной кампании 2017 года мы уже набрали 1200 студентов. А так как у нас перевод каждый день, круглый год к нам на второй, третий, четвертый курсы в магистратуру, то у нас все время в течение года растет коллектив. И вот на данный момент наш университет, его коллектив составляет более 4 тысяч человек, студентов где-то 3 тысячи там 170-180, эта цифра тоже постоянно изменяется, постоянно растет. И мы вот как университет за полтора года, это хороший показатель, потому что ряд переселенческих вузов за три года, они три года в отличие от нас работают, а они вышли там на 1200, на 1800, там 2-300. Мы вот среди всех этих 18 вузов занимаем пятое, шестое место. Ну, опять же, мы показатель этого добились за полтора года, а наши коллеги за три. Я думаю, что июль 2018 года, начало новой вступительной кампании, мы встретим увеличением своего состава в обществе, где-то уже под 5 тысяч будем подходить. И если я не ошибаюсь, в 2012 или даже в 2013 году были составлены рейтинги украинских вузов. И там Таврический национальный университет был не очень в высоких местах. Сейчас есть ли у вас информация, вот вы назвали свой условный рейтинг, есть ли у вас сейчас информация о том, насколько популярен и котируется Таврический национальный университет не только среди крымских абитурентов, студентов, но и вообще украинских, живущих на материке? С одной стороны, есть формальный показатель, есть такая статистика, мне говорили мои коллеги, вот подводятся итоги как бы вузы Украину, опять же, смотря как считать. Считать ли вузами учебное заведение первой, второй категории, тогда их там будет где-то под 900. Если считать только третьей, четвертой категории аккредитации, то тогда их где-то будет в районе 300, чуть больше. И мне говорили, что по последнему рейтингу официальному, статистическому, Таврический университет там зафиксирован на позиции 112-й, 114-й. Я думаю, за полтора года с нуля подняться в этом рейтинге 300 с лишним университетов на позицию вот этого 112-го, 114-го, 115-го, наверное, неплохой для полутора лет развития. Я хочу сказать, действительно же, с нуля мы приехали, у нас вообще ничего не было. Смешно сказать, первые переговоры с будущими нашими преподавателями проводили просто в кафе. Договорились, они приходили на собеседование, и некоторые говорили, а почему они в корпусе не беседуют? У нас нет корпусов. Как нет корпусов? А как же собирать с работы? Этот вопрос мы решаем. Мы его решим через 3-4 месяца, но когда мы его решим, нам надо иметь уже, ну, условно говоря, готовый их состав преподавателей, которые придут и начнут работать. Некоторых это удивляло, и некоторые после этого говорили, нет, нет, мы так не согласны договариваться. Потом они уже приходили к нам, когда мы стали вузом, и сказали, нет, спасибо, в трудный период вы засомневались, а нам нужны люди, которые готовы верить и рисковать. Поэтому вот прошли этот такой путь в буквальном смысле слова. А теперь мы обеспечены и корпусами, и общежитиями, и спортивными комплексами. В этом смысле спасибо министерству, Лилию Михайловну Гриневичу, спасибо кабинету министров. Все это состоялось. Но, с другой стороны, я могу сказать, что ведь вот такие еще факты говорят о росте и росте авторитета университета. Мы таврический университет, но у нас не только крымчане учатся. Они как бы составляют очень важную часть университета, но мы растем, и они не составляют теперь 70-80%. Где-то приблизительно, условно говоря, на три части можно как бы делить университет. Крымская часть – это и преподаватели, и сотрудники, и студенты. Но у нас постоянно увеличивается количество студентов и преподавателей с оккупированных территорий Донбасса. Мы единственный переселенческий вуз, который введен в Киев. Все остальные по другим регионам размещены. Дело в том, что наши отцы-основатели нас когда-то в 2018 году открывали как филиал Киевского университета Святого Владимира. Сегодня имени Шевченко. Мы украинский бренд, мы не российский бренд. Их у нас много. И в этом году наступительной кампании абитуриенты из Донбасса даже начали чуть-чуть превышать уже крымских. Потому, что они хотят тоже учиться в этом университете. И третье – это студенты и преподаватели из самых разных регионов Украины. И в этом плане мы не даром, по-первых, таврический университет, но, по-второму, национальный. Мы не университет региона, мы университет всей Украины. И пространство всей Украины – это пространство нашей образовательной деятельности. Поэтому я думаю, что это дальше также будет продолжаться. И в результате мы, может быть, университет, в котором отчетливее всего видны многие проблемы образовательного, социального, гражданского развития Украины. И не даром очень часто к нам именно социологи приходят, всякие политологи, всякие исследователи этих ресурсов. И внутри Украины, и извне. И Стэнфордский университет к нам приезжал, и с Колумбийским университетом в Нью-Йорке. И мы работали рядом с других, и иностранные журналисты к нам приходят, чтобы как-то изучать эту ситуацию. Мы в каком-то смысле, наверное, такой показательный срез образовательных достоинств, ну и проблем Украины. Вопрос безопасности. Не секрет, что крымские студенты едут домой в Крым. И также преподаватели. Вы говорили о студентах из Донбасса. Испытывают ли они какие-то трудности при пересечении административной границы? Докладывают ли вам об этом? И известно ли вам что-то вообще о том, как преподаватели, находясь в Крыму, чувствуют себя? Да, с этим есть проблемы. Эти проблемы возникают каждый раз летом на вступительной кампании. Потому что ведь они понимают, что в таком большом количестве молодые люди вдруг едут в летний период в Украину. Ясно, что они едут поступать. Ясно, что они пытаются этому противодействовать. То придираются к паспортам, что-то не так. И бывает со второй, с третьей попытки некоторые молодые люди преодолевают границу. Особенно тяжело молодым ребятам. Потому что к ним сразу цепляется... Служил в армии, нет, назад. И пытаешься избежать исполнения патриотического долга. И тоже со второй, с третьей попытки порой они преодолевают границу. Именно поэтому вступительная кампания для таких вузов, как наш, переселенческих, она в Украине сейчас начинается 1 июля, но не заканчивается 26 июля. Она продолжается до 20 сентября. Нам дадут этот длинный-длинный период, чтобы можно было вернуться. Потом опять попытаться проехать. Или опять же что-то там забыли. Какие-то документы. Иметь время съездить, найти, вернуться с этим уточненным документом. То есть, она очень длинная. До конца сентября продолжается. Во-вторых, опыт первой кампании нам показал, что нельзя вывешивать, как это всегда делалось в мирное время, списки зачисленных в открытом информационном пространстве. Потому что мы, по сути дела, тогда создаем информационную базу для российских силовиков в Крыму по контролю за молодыми людьми. А, ты, значит, поехал учиться, значит, ты неблагонадежный, значит, ты не российский вуз выбрал, ты украинский вуз выбрал и так далее. Поэтому министерство с нами согласилось. И у нас наши абитуриенты и уже потом студенты, когда их зачисляют, и также донбаски, они публикуются, приказы об их зачислении на сайтах МОН шифрованном виде. Они имеют номера, и ключ к этим номерам имеют только в министерстве 2-3 человека. А так зачислены такие-то, и там 950-61, 950-62, 950-63, 950-64. И за этими всеми номерами стоят там соответствующие люди. И адресов нет, чтобы их нельзя было там к родителям прийти, что вы так плохо воспитали ребенка, он у вас там такой сякой поступил в Киевский или в Харьковский университет. Это два. Третье, те, которым нужно оттуда чаще есть, например, заочники, которые поступают на заочное. Или там у них семьи большие, надо иногда родителям помогать, братья, сестры, младшие. Или старики в тяжелом положении нужно тоже помогать, ухаживать. Вот эта категория и студентов-преподавателей, они воздерживаются от публичной такой деятельности. И мы никогда их не предлагаем, например, для интервью, если журналисты приходят. Есть те, которые поставили точку в этом вопросе, и как бы у них отношения обострены, они не ездят туда, на эту территорию. Вот они могут и дать интервью, и сказать откровенно все, что они думают. Есть категории, которые спиной развернувшись, дают интервью, так сказать, чтобы их нельзя было, так сказать, идентифицировать. И, наконец, некоторые вообще стараются избегать, потому что по ряду причин у них чаще нужны вот эти вот контакты, поездки. Поэтому мы всячески стараемся оберегать наших студентов, ну и тех преподавателей, у которых там больные родители, престарелые родители, 80-летние, 85-летние, 90-летние, которые говорят, ну хотя бы раз в квартал, ну приезжай меня, проведешь, вдруг я там, что-то у меня случится и так далее. Мы их оберегаем, и мы, ну как бы, такой непубличной всякой общественной работой их загружаем. И заключительный вопрос, если можно коротко. Вот последняя новость, которая была в начале января, она касается вашего вуза. Институт филологии и журналистики, ТНУ, обратился в Министерство образования и науки Украины с просьбой выделить две дополнительные ставки для преподавателей крымско-татарского отделения. Учитывая, что у нас крымско-татарская радиостанция, насколько востребован сейчас именно крымско-татарский язык литературы в ТНУ? Дело в том, что крымско-татарский язык литературы в нашем университете, в этой подготовке в системе, это не просто специальность. Дело в том, что мы же говорим со времен украинского независимого времени, что крымско-татарский язык должен быть в числе трех языков Крыму, которым должны пользоваться все чиновники, и они должны ответить на письмо, полученное на украинском языке, посетителя принять на русском языке региона, многие говорят по-русски, и на крымско-татарском языке, многие говорят на крымско-татарском и делают обращение на этом языке. В результате этот язык преподается на крымско-татарском отделении, раз, он преподается студентам других факультетов, которые говорят, дайте мне, я не собираюсь быть филологом крымско-татарским, я хочу быть пользователем этого языка, А дайте мне 3-4-5-месячные курсы, в результате которых я буду понимать текст и буду разговаривать. Потому, что я буду историк с крымско-татарским языком, я юрист буду с крымско-татарским языком, экономист. И еще одна категория, просто люди из города приходят и говорят, мы не студенты и не учимся, но по роду нашей работы мы должны общаться с крымскими татарами, с любыми другими носителями тюркских языков. Крымский татарский язык ближе всего, легче всего изучить. Дайте нам курсы для нас, опять же, для того, чтобы мы могли этот язык освоить и разговаривать. И мы доказываем министерству, что нельзя штатное расписание этого факультета рассчитывать по этому расчету. 10 студентов, 1 преподаватель. Тут надо иначе рассчитать, потому что нужно больше преподавателей, чтобы удовлетворить потребности. Спасибо большое, Владимир Павлович. У нас в гостях был ректор Таврического национального университета Владимир Казарин. Слушайте Радио Медан и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok